Что посмотреть в Могилёве? Поклонников изобразительного искусства приглашают художественные выставки Могилёвских музеев. Могилёвский музей Балыницкого Берули захватила акварель. Здесь открылись сразу две выставки, где представлена работа известных художников-акварелистов. Одна из них – выставка памяти. В этом году могилёвскому художнику Фёдору Киселёву исполнилось бы 75 лет. Первая – это просто хлыба, особо, особо вельми выбитная у своих относенных до себе, до родимы, до мостатства. «Мгновение вечности» Фёдора Киселёва – это прекрасная акварельная работа. Из семейного архива многие из которых ещё не выставлялись. Могилёвчане увидят в них знакомые места – улицы и скверы. А вот вторая акварельная выставка художника из Витебска Феликса Гумена. Выставка посвящена его 80-летию. Эти картины из коллекции Национального художественного музея, где хранится более 300 работ мастера акварели. Здесь представлена лишь десятая часть этого яркого богатства. Произведения Феликса Гумена очень положительные. Я назову сегодня вельми позитивные и вельми соковитые просто. Просто соковитые. Кожный творог – это соника, кожный творог – это радость. И навод, коли это такие сумные, але вельми контрастные, они так само надают особистый настрой. Именно яркость акварельных работ Феликса Гумена поражает больше всего. Акварель как будто предполагает и пастельные тона, и нежные водяные разводы, а тут нет. Даже зима, которая намекает, что она скоро, у Гумена яркая. Не говоря уже про другие работы – пейзажи, натюрморты и абстракции. Художник как будто говорит нам – жизнь яркая. В любую пору года, в любом месте и времени можно и нужно видеть насыщенные краски жизни. Выставочному залу областного центра 55 лет. И свой юбилей-зал, который сегодня часть Музея истории Могилева, отметил большой выставкой художников и скульпторов Могилевской области. Это традиционный смотр творчества областной организации Белорусского союза художников. Здесь представлены живопись, графика, скульптура и керамика. Кроме того, показаны архивные работы Могилевской фотохудожницы Ирины Савосиной и ее коллег, которые рассказывают, как развивался выставочный зал и какие события в нем происходили. Состоялось порядка 700 проектов. Это больше тысячи авторов и десятки тысяч посетителей. Понятно, что выросло уже несколько поколений в этом зале. Здесь самая разновразная была география, самые разновразные жанры. То есть это, конечно, явление в культурной жизни нашего города. А на выставке все очень разное. От абстракционизма до очень реалистичных натюрмортов. Коты на крыше Ленины Сиваковой прекрасны, а нежная картина Оксаны Евдокименко трогают душу. Название этой выставки – образы, которые вдохновляют. И весь этот год меня вдохновляла моя маленькая дочка. Я думаю, она будет меня вдохновлять на протяжении всей моей жизни. И здесь работы каким-то образом связаны с ней. Это не напрямую ее портреты, это просто ее образы. Это моя жизнь, это то, что всегда со мной, то, что меня радует, чем я любуюсь и что я люблю. Но каждый зритель на этой выставке найдет что-то, что ему по душе. Наше счастье быть розными. Мы робим то, что хочем, и у гэтам мы розные, у гэтам мы цекавые, у гэтам мы познавальные. И тому, напомню, такая цекавость сегодня отрималась. Люди культуры призывают горожан, как бы ни развивались гаджеты и виртуальное художественное пространство, все-таки переходить на выставки, смотреть своими глазами, знакомиться лично с произведениями искусства и общаться с их авторами. Искусство – это то, что внутри нас. Это и душа, и жизнь, и творчество, и пение. То есть это все из того, что, на мой взгляд, состоит человек. И только, наверное, когда эта гармония искусства есть в человеке, то, наверное, кругом и в самом человеке, и кругом вокруг нас есть гармония во всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова